Девушки отдыхают Мировой политики этой недели Расскажем вам в нашем дайджесте Тогда как Хоу Юи, представляющий Дружественную Китаю консервативную Партию Го Миньдан, набрал 33,4% голосов Наблюдатели сходятся во мнении Что результат выборов президента И нового парламента Тайваня предопределит Решение Пекина Стоит ли начинать военное вторжение на остров Который власти КНР считают своей Суверенной территорией Претендент на пост президента Тайваня От партии Го Миньдан Хоу Юи Ранее напрямую заявлял, что 13 января Жители Тайваня сделают выбор Между войной и миром Он уверен, что предотвратить Полномасштабный военный конфликт Можно лишь путем укреплений Отношений с Пекином Бывший президент США Дональд Трамп набрал наибольшее Количество голосов в штате Айова В рамках партийных праймерис Об этом сообщили в Вашингтон-Пост 16 января с ссылкой на данные Экзит-полов На момент подсчета Более 95% бюллетеней Трамп набирает 51% голосов На втором месте Рон Дисантис У которого 21,3% И тройку замыкает Ники Хейли У нее 19,1% После подтверждения результатов Четвертый претендент Вивик Рамасвами Объявил о завершении Президентской кампании И по данным источника Bloomberg Планирует заявить о поддержке Трампа Трамп выиграл в 98 из 99 округов штата В 2016 году он смог набрать Большинство голосов только в 37 Следующий раунд Республиканских праймерис Состоится в Нью-Гэмшире 23 января Согласно исследованию 69% сторонников республиканцев Заявили, что намерены Отдать свой голос на праймерис За Трампа Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января провел заседание Совета безопасности Которое было посвящено рассмотрению Двух важнейших документов Стратегического планирования Проектов концепции Национальной безопасности И военной доктрины Беларуси Ключевые направления Трансформации Современных рисков Вызовов и угроз В сфере национальной безопасности Довольно подробно Изложены в концепции И военной доктрине Констатировал глава государства И многие заложенные там Оценки и прогнозы Уже сбываются Обратил внимание Белорусский лидер В качестве примера Президент привел ситуацию На Ближнем Востоке Мы очень много и часто В программе Говорим об Украине И это можно понять С учетом значимости Происходящих там событий Но контуры будущего Определяются не только там Не только в Европе в целом И хотелось бы По этому поводу Привести цитату Петра Аркадьевича Столыпина Наш орел Наследие Византии Орел двухглавый Конечно сильные Могущественные И одноглавые орлы Но отсекая нашему русскому орлу Одну голову Обращенную на восток Вы не превратите его В одноглавого орла Вы заставите его Только истечь кровью Ни Россия Ни Беларусь Не могут игнорировать И процессы На Ближнем Востоке Где тоже Разгораются войны Где ситуацию Толкают К ядерному столкновению Об этом мы и будем Говорить В сегодняшней программе Рада приветствовать В нашей студии Присутствует Вадим Гигин Генеральный директор Интернациональной библиотеки Беларуси Председатель правления Белорусского общества знания Здравствуйте Здравствуйте Рада приветствовать В нашей студии Владимира Киреева Руководителя аналитического отдела Международного евразийского движения Политолога Здравствуйте Здравствуйте По традиции Начинаем нашу беседу С блиц вопроса Вадим Францевич Стоит ли ожидать Крупного конфликта С участием Ирана И Соединенных Штатов В ближайшее время Смотря что мы ведем Под ближайшим временем То есть мы видим Как нарастает противостояние Между США и Ираном Но я думаю Обе стороны Это важно подчеркнуть Что и Соединенные Штаты И Иран Стремятся избежать Этого конфликта Он сейчас не выгоден Ни тем Ни другим Ну кратко совсем США Очень сложная Внутриполитическая ситуация А этот конфликт Не будет для Америки Легким С высокой степенью Перерастания В ядерный конфликт А у Ирана И так все складывается хорошо Он расширяет зону Своего влияния Он достаточно Эффективно решает Свои экономические проблемы И открытое столкновение США и всем коллективным Западом Тоже может нести Для Ирана Крайне непредсказуемые Последствия Владимир Константинович Пожалуйста Россия Иран И Соединенные Штаты Являются Частью Своих Экосистем Политических Которые существуют Сейчас Образовались в мире И можно сказать Что этот процесс Сродни блока Образованию Нет законченный процесс Блока образования Но тем не менее Комплексы стран Которые связаны С друг с другом Взаимными интересами Взаимными обязательствами Взаимными отношениями И Соединенные Штаты Вступая в конфликт с Ираном На данный момент Конфликт пока что не прямой Это конфликт С проксиструктурами Ирана И Тем не менее Во многом обречены Вступить в прямой конфликт Потому что противоречия У Соединенных Штатов Даже не с самим Ираном А с непосредственно Всей этой экосистемой С которой сегодня Иран связан Сюда же входит И Россия И Китай И ряд других стран А поскольку отношения Между этими блоками Действительно антагонистичны И антагонистичны На фундаментальном уровне То избежать столкновения Конечно не в ближайшей перспективе А в среднесрочной Практически невозможно Я рада приветствовать В нашей программе Политолога и востоковеда Корине Геворгян Уважаемая Корине Приветствую вас Здравствуйте Существует мнение Что Израиль И его лоббисты В Соединенных Штатах Америки Заинтересованы Втянуть в конфликт Иран Чтобы разобраться с ним Раз и навсегда Насколько Вы с этим согласны С этим мнением Давайте пожалуйста Поговорим об этом чуть детальнее Действительно И израиль Израильское лобби И британское лобби В Соединенных Штатах Очень хотели бы Втянуть Соединенные Штаты Как кулак То есть взять вот такого вот Голема без головы Но мощного И его кулаками молотить по Ирану Вряд ли у них это получится С моей точки зрения Потому что Я помню Давнишний доклад Пентагона И доклад Это по-моему 2009 года Они посчитали Что нужно Для того Чтобы Иран Поставить на колени Ну то есть Добиться результата Чтобы Иран Больше не возникал Со своим суверенитетом И в общем Попробовать Эту страну Приструнить Им для этого Нужен был Наземный контингент Почти в миллион Человек 800 тысяч Которого Негде взять Это раз Второе За это время Иран Настолько Усовершенствовал Всю свою Систему Вооружений И настолько Оказался Эффективен В этом деле Что теперь С ним связываются Еще страшнее Вот Поэтому Понятно Что сейчас Израиль Несмотря на то Что получает Вооружение От Соединенных Штатов Каждый день Военно-транспортные Самолеты Вылетают В Баку И везут Туда Вооружение Тайна Полишенеля Что на границе Азербайджана И Ирана На территории Постсоветского Азербайджана В Зангелане Две По-моему Ну может быть И больше Но такие Опорные базы Израильские Уже существуют Это факт И здесь Меня беспокоит Больше то Что на постсоветском Пространстве Вместо того Чтобы действительно Оставить всех В покое И Реализовать Процессы Урегулирования А мы знаем Что происходило В Закавказе Вот Израиль пытается Разжечь этот Костер Но Надо сказать Что все же Многие люди В элите Политической элите В Баку Это понимают Про Ереван Я сейчас не говорю Потому что я не считаю Армению Вровень Суверенной С Азербайджаном Поэтому Это важно А что же касается Иранцев То я напомню Что именно там Основная концентрация Вооруженных сил Войск Иранских На границе С Азербайджаном И с Арменией 100 тысяч Военнослужащих Прекрасные вооружения Установки С баллистическими Крылатыми Ракетами И 40 тысяч Войцов Ксира Корпуса Стражей Исламской Революции Они ждут Удара Оттуда Давно ждут Они очень хорошо Оборудовали Это То есть Если будет Попытка Происходить Боевых действий Новых боевых действий В Закавказье То Ирану Даже не надо будет Переходить Границу Потому что Дистанционно Остановить Эти боевые действия Иран в состоянии Как я представляю Хотя я Не военный эксперт Что же касается Попытки Вовлечь Американцев В прямой конфликт С Ираном То тут Надо понимать Что у ирана И у иранской элиты И у американской элиты Без всякой любви Существуют Собственные Каналы Прямого Взаимодействия И надо сказать Что Вот эта Трезвость И гиперрационализм Иранской Политической элиты Оказывают Воздействие И на Американских Политиков И военных Поэтому Я-то Как раз Как низкую Вероятность Да Все В этом мире Бушующем Все возможно Но я оцениваю Именно прямое И даже косвенное Столкновение Между Ираном И Соединенными Штатами Как маловероятное В настоящее время Более того Вот эти вот Удары Которые Иран Осуществил Напрямую Именно сам Иран Осуществил По Эрбилю Тут надо понимать Что На территории Северного Курдистана Находятся Три турецкие Базы Находятся Американские Базы И на самом деле Иранцев Больше всего Напрягают Именно Турецкие Базы Потому что Американцы Их давно Перестали Волновать И Позиции Израиля Которые Очень Прочны Именно В северном Курдистане Для ваших Зрителей Просто скажу Что Курдистанов В Ираке Два И они Между собой Страшно Воевали Два раза Очень серьезно Они Совершенно Противоположны Друг другу Южный Курдистан Если можно Так выразить Со столицы Сулеймани Он действительно Проиранский Полностью И Его контролировал Клан Талабани Вот Павел Талабани Как раз Очень Проиранский Такой Курдский Политик А вот Клан Барзани Который Контролирует Северный Курдистан Со столицей Варбили Он Про Турецкий Произраильский Кстати По поводу Турции Израиля Несмотря На грозные Заявления Эрдогана Ужо вам По поводу Палестины Страшную Ругань Наиграли Уже Словесно На Три Атомных Войны Друг с Другом Но тем Не менее Как на Дрожжах Втрое Вырос Товарооборот Между Израилем И Турцией Оставайтесь Пожалуйста С нами Еще Если Можно Вадим Францевич А вот Насколько Сильно Тегеран Контролирует Своих Так Называемых Прокси В других Странах Региона Могут ли Те же Хуситы Или Хазбалла Пойти На серьезную Эскалацию Я прокомментирую То что сказала Корене Александровна В общем Мы с ней Сходимся Здесь На 90% Единственное Я себе не могу Представить на данном этапе Сколько нибудь Серьезный удар Со стороны Армении Или Азербайджана По Ирану То есть Это Либо какая-то Провокация будет Ну Я думаю Что ни Алиев Ни Пашинян В жизни на это Не пойдут И Да Там их территория Может как-то Использоваться Но крупного удара Все-таки Здесь тоже Не приходится ожидать Понимаете Как преподносят Вот на Западе Что Хазбалла Они даже Хамас Приписывают К проиранским Группировкам Хотя это не так Контакты есть Но не надо забывать Все-таки разница Иран контролирует В основном Шиитские группировки Хотя и шииты разные Допустим Если мы про Емин Говорим Там Такой Зейдитский шиизм Он несколько отличается Хамас Это все-таки Суницкая группировка Но Тем не менее Да Влияние Ирана Оно Очень велико В регионе И Ведь смотрите Как провалилась Политика Соединенных Штатов Они ставили Одной из целей своих Снижение влияния Ирана Везде А добились его Увеличения Потому что Сейчас Нельзя отрицать Плотные контакты Ирана и Хазбаллы Хотя у лидеров Хазбаллы Свои интересы Они проводят Свою политику В Ливане Влияние Ирана На режим Башара Асада Сирийское правительство Но там мы знаем Что балансируется И Россией Которые тоже Очень крепкие позиции Безусловно Влияние Ирана На Емин Но Вот такое Примитивное представление О хуситах Как просто Иранских прокси Это неправильно Это коалиция Где входят самые разные силы И к удивлению Очень многих Нужно сказать Что там есть и социалистические силы Там есть и коммунисты Там есть и суниты Иран усилил свои позиции И в Афганистане Безусловно Так вот Мы должны понимать Это некая Такая конфедерация Что ли Различных группировок Со своими интересами Со своими лидерами Со своей историей Как бы Лидером Которых Является Иран Возник такой Некий Субрегион Я бы так его назвал Под влиянием Ирана Да И нельзя забывать Рост Ирана В Ираке Самом Ведь для американцев Это ужас Они Планировали Ирак поставить Под полный контроль Но Мы видим Как нарастает влияние Тегерана В этом регионе В целом Но еще раз говорю Так примитизировать И говорить Что там Тегеране Дали команду Они стали Выполнять Этого не происходит Давайте для наглядности Обратим внимание На карту Карта Про иранские группировки На Ближнем Востоке Вот тут Смотрите Можно комментировать Чтобы вы понимали Я думаю Корене Александровна Если она видит Она согласится Специфическая ситуация У нас Залив Мы его привыкли Называть персидский А в арабских странах Называют арабский Вот Бахрейн 75% населения Шииты Правящие династии Суниты Скажем Потом Саудовская Аравия Регион Наиболее Нефти Богатый Прилегающий К Персидскому заливу Там в основном Живут шииты И положение шиитов Саудовской Аравии Мягко говоря Ну так сказать Не ахти Это серьезная Может быть Одна из самых Крупных политических Проблем Для Саудовской Аравии Наряду с Противоречиями Внутри Самой семьи Большая часть Правящей семьи Большая часть Населения Ирака Это шииты Там тоже есть Разные группировки И тот же Багдад Например разделен Вот у вас Перечислены Эти группировки Опять-таки Сирия Большинство населения Суниты Но вокруг Башараса Объединились И оловиты Шииты И христиане То есть Те Этнические группы Которые в случае победы Исламского государства Или в принципе Исламистов Просто подвергнутся Тотальной резне Ливан Традиционно Расколот По религиозному принципу Он в конституции Заложит Чтобы вы знали В Ливане не проводится С 32 года Перепись населения А почему? Потому что Расклад этнических группировок Политический При котором Президентом может быть Только христианин Маранит Премьер-министром Только суннит Руководителем Парламента Только шиит Их заместителям Там разделены Между православными Так вот Это зафиксировано На момент 30-х годов И с тех пор Перепись не проводится Чтобы не Сместить Вот этот расклад Плюс Палестинские беженцы На самом деле Это такой тонкий Клубок противоречий Который складывался Не то что годами Столетиями В регионе Со своей историей И вот Когда туда влезли Американцы Они его не просто Разворошили Этот клубок интересов А они привели К нарастающему Такому взрыву И то что мы Сейчас наблюдаем Это кризис Всей стратегии Американцев На Ближнем Востоке Которая предполагала Что их лидерство Обеспечивает Изоляцию Любого их противника Создание проамериканской коалиции Которая позволит Без большой войны Быстро нивелировать влияние И контролировать все процессы Мы можем смело сказать Что сейчас США Но не контролируют процессы В регионе Происходит Очевидный развал Той системы Международных отношений Которую пытались Создать американцы По крайней мере Последние 30 лет Конечно мы В начале Когда случилось Обострение В Палестино-Израильском конфликте Мы обсуждали Заинтересованность Соединенных Штатов Америки Именно в нем Но На данном этапе Действительно Абсолютно согласно С Вадимом Францевичем Контроль утрачен Их действия На ваш взгляд Как вы характеризуете И как можно избежать Действительно Большого Столкновения Грандиозного Которое будет стоить Миллионы Миллиард Жизней Я не думаю Что Соединенные Штаты Были вообще Заинтересованы В конфликте В секторе газа Это Продукт деятельности Других сил Соединенные Штаты То что я думаю Вадим Францевич говорил Что Соединенные Штаты Создавали систему контроля Над Ближним Востоком Большим Ближним Востоком Это речь идет О горизонте Планирования Который Осуществлялся В начале нулевых годов Даже отчасти В начале и в конце 90-х годов Это план Переобустройства Большого Ближнего Востока С сегментацией Больших государств С ставкой На секты С ставкой На радикальные группы Для того чтобы Сделать этот район Хаотичным И контролировать Эти хаотичные группы Там же была идея Кстати создания Большого Курдистана Расформирования Ирака Турции И это Ирана Это были большие Такие планы у них Они практически Полностью похоронены Соединенные Штаты Ушли де-факто Из Ирака И из Афганистана И присутствуют там Очень символически Ну ситуативно И говорить о том Что вот Палестинский Палестинно-Израильский Конфликт был выгоден Соединенным Штатам Я думаю что это неправильно Скорее всего это был Для них страшный сон То что произошло Почему они так Включились в этот процесс Тоже достаточно понятно Потому что Существует очень большое Влияние Этнических еврейских групп Которые не консерваторы В очень значительной степени Существует большой Консенсус в американском Политическом сообществе Не в обществе А в политическом сообществе О том что Израиль Является старинным И долгосрочным Партнером Соединенных Штатов Поэтому они подключились Достаточно бескомпромиссно Вопреки своим целям Другой вопрос Что вот В самом регионе Происходит самостоятельный процесс А процесс этот Формирования Вот это Есть макроблоки На уровне планеты Есть микроблоки На уровне региона На уровне региона Достаточно очевидно Что доминирование В этом регионе Всегда было у Суницкого большинства И шииты Всегда были Маленькими Обособленными группами Униженными И оскорбленными По большому счету И американская Внешняя политика Она разломала Все эти союзы Альянсы И создала условия Естественно При очень большой Креативности Иранской внешней политики Там Разные группы Действовали Но действовали Достаточно эффективно Им удалось создать Из очень Разрозненных Шиитских групп Тут вот Вадим Францевич Сказал о том Что Зиедиты Из Йемена Это Настолько Не похоже И на иранских Шиитов Но мы скажем Что Алавиты Из Сирии Их шиитами Признали полноценными Всего несколько лет назад На Духовном Совете В Иране И это признание Политическое Их сотни лет Не признавали Нормальными шиитами И там же будут И смейлиты И разные группы Турецких шиитов Друзы Которые вообще Мусульманами Не считаются Многими Мусульманами Но эти все Группы Разрозненные Они вдруг Начали объединяться Потому что Они увидели для себя Исторический шанс Увеличить свой Политический вес В своих регионах И у них Ориентация на Иран Очень значительная Потому что Это ресурсная зависимость Не идеологическая Это ресурсная зависимость И сейчас Они действуют Как единое целое Во многом Да У них внутри Разные взгляды Но логика Выживания Диктует им Тесное сотрудничество Друг с другом И это вопрос Не убеждений Это вопрос Стратегической игры Когда Они окружены Врагами Их единственный шанс Победить Объединиться И объединиться Конечно не друг с другом А с Ираном И поэтому Да Соединенные Штаты Теряют контроль Над ситуацией Они сейчас Не ведут игру А только отвечают У них реактивная позиция Активная позиция У какой-то страны По всей видимости У Ирана Эти группы Да Они заинтересованы В конфликте Но они действуют Очень согласованно С Ираном Иран вполне возможно Действует согласованно Еще с кем-то Еще с какими-то странами Не в одиночку Принимает решение Но тем не менее Соединенные Штаты В этой ситуации Являются В регионе Реактивной силой Они только отвечают С вашего позволения Напомним О войне В Красном море Что происходит У берегов Йемена В нашем коротком Сюжете Смотрим вместе 15 января Американское судно Подверглось Ракетному удару У берегов Йемена Снаряд попал В левый бок Сухогруза Который сумел Остаться на плаву Однако удар Привел к пожару В трюме ЧП произошло Примерно В 177 километрах К юго-востоку От йеменского Города Аден По судну ударила Хуситская группировка Ансар-Алах Которые решили Что оно следовало В Израиль Сухогруз Проигнорировал Предупреждение Утверждает Йеменский телеканал Вооруженные силы Йемена и хуситов Рассматривают Все американские Британские Военные корабли И суда Участвующие В агрессии Против нашей страны Как враждебные цели Мы подтверждаем Ответ на атаки США и Великобритании Неизбежен И что любая новая Агрессия Не останется безнаказанной Контейнеровоз Продолжил движение По маршруту Экипаж судна Не сообщал О пострадавших Или о значительных Повреждениях Напомню В середине ноября Шиитское военизированное Движение Ансар-Алан Правящая на севере Йемена В знак поддержки Палестинцев В секторе газа Начало атаковать Связанные с Израилем Корабли в Красном море Это негативно Сказалось на торговле Морские перевозки Через Суэцкий канал Резко сократились Объемы мировой торговли Из-за нападений Что судоходные компании Не будут спешить Обратно в море Также разумно предположить Что зверства В Красном море Не прекратятся На мой взгляд Они даже усилятся Конфликт разгорелся Мгновенно США объявили О военной операции По защите судоходства В регионе В Вашингтон В данном вопросе Поддержали еще 10 стран В ночь на пятницу Штаты и Великобритания Начали операцию Против движения Ансар-Алан Мы ясно дали понять Как и многие другие страны Что действия хуситов Будут иметь последствия Мы также неоднократно Пытались дать понять Ирану Что поддержку Которую они оказывают Хуситам Необходимо прекратить Военные силы США и Британии Нанесли удары По объектам В четырех провинциях Йемена В основном Атакам авиации Подверглись Штабы, арсеналы Склады, военные техники Радиолокационные станции Ракетные установки И производственные предприятия Президент США Джо Байден Назвал военную операцию Ответом на угрозу Свободе судоходства Не исключив Продолжение Военных действий Впрочем Ряд стран Такой способ решения Конфликтов Осудил В России Решительно Осудили действия Штатов и их союзников Против выступили Даже сами Американцы Массовые протесты Прошли в столице Йемена Там также ожидаемо Выступили против Вторжения Иностранных вооруженных сил Оружием демонстрантов Стали антиамериканские И антиизраильские лозунги Коренная Александровна Посмотрели сюжет Напомнили Хронологию событий На ваш взгляд Какова игра России В нынешней ситуации Потому как Кризис объективно Ей выгоден С учетом Отвлечения внимания Тех же Соединенных Штатов Америки От Украины Но ведь Ближний Восток Важен И для Москвы И сам по себе Вот не теряет ли Россия Во влиянии сейчас Когда она занимает роль Преимущественно Наблюдателя Давайте первое Не будем абсолютизировать Факт противостояния Шиитов и суннитов Потому что в исламе Только признанных Масхабов Пять Вот Так что это Не единственные Феномены Внутри Ислама Внутри Каждого Масхаба И у суннитов И у шиитов Есть свои Сектанты Которых ненавидят Больше Чем друг друга Вот Поэтому тут Ситуация Гораздо более Сложная Это раз Второе Это вполне Рациональные люди Где не надо Приписывать им Излишний Религиозный Фанатизм Вот Другое Дело Что да Это располагает Когда вы Принадлежите К одному И тому же Масхабу И исповедуете Одни и те же Религиозные Ценности Это приятно Но это не означает Что вы не можете Найти достойного Партнера Или контрагента В каких-то Других группах Что на самом деле На Ближнем Востоке Тоже происходит Потому что Если говорить Если зацикливаться Только на этом Религиозном Противостоянии Нам не будет Понятно Например Поддержка Со стороны Индии И политики И действия Ирана Например Вот Последние удары По Террористическим Группам В пакистанском Белуджистане Который Иран Осуществил Поддержанный Индией И частью Самих Пакистанских Политиков Потому что Несмотря на то Что МИК Пакистана Заявил Всяческие Протесты И ведет себя Так прям Скажем Довольно Странно Я пока Так это В кавычки Беру слово Странно А в это же Самое время Военные Пакистанские Находятся В порту Бендер-Аббас В Иране И проводят Совместные Военно-морские Учения С иранскими Военно-морскими Силами Вот как вы это Поймете Понимаете На самом деле Расколы Происходят Внутри страны Вовсе даже Не только И не столько По религиозному Принципу А Саудовская Аравия Со своими Шиитами Должна считаться Еще и потому Что Они проживают В регионах Где Основная Основная Добыча Нефти Идет Теперь Ответ На ваш Вопрос Мы И активизировали Создание Инфраструктуры Континентальных Коммуникаций Север-юг И мы Заинтересованы В том Чтобы Произошел Процесс Стабилизации Региона Ликвидации Всяких Хулиганов И террористических Групп И в этом Смысле Мы будем Опираться На то Государство Которое Не замешано И не Как это Сказать Не замечено Во взаимодействии С опасными Дестабилизирующими Группами Типа запрещенного ИГИЛа И разных Прочих И братьев Мусульман В том числе Для американцев Вот я подумала Пока слушала Вашу беседу На самом деле Теперь встает Очень интересный Вопрос С моей точки зрения Кто сильнее Иран Или Турция Кто будет Кто имеет Ресурс Для наведения Порядка Или беспорядка В регионе Вот И сейчас Они не могут Не понимать Что Пожалуй Все-таки Если посмотреть На Реальность То Пожалуй Иран Находится В более сильной Позиции И при этом Иран поддерживается Таким крупным Государством Как Индия Достаточно Влиятельным Вот У Ирана Хорошие отношения С Китайской Народной Республикой Поэтому В данном Случае И я даже Могу сказать Мы видим В общем-то Восходящую Державу Макрорегиона Которая Уже Давно Вышла Между прочим За пределы Своего Макрорегиона На заднем Дворе У американцев В странах Латинской Америки Особенно В Венесуэле Иран Иран Один из самых Крупных И серьезных Партнеров Замечу Что в Каракасе Иранцы Уже Метро Строят Хотя Сами Они только 23 года Назад У себя Впервые Стали Осваивать Эти технологии Строительства Метро Бурно Идет Развитие Отношений Между Ираном И Латинской Америкой Вот Поэтому На сегодняшний день Мы тоже заинтересованы Во взаимодействии С Ираном Я не буду Как бы Опускаться до подробностей Мы понимаем Что Кстати Это важно Посмотрите Что сделал Иран За последние 40 лет И это важно Очень Вооружения У Ирана Были Американские Вот за это время Иран Перешел на наши Российские Русские Стандарты У нас своя Инженерная школа Поэтому Наши Системы Конгруентны Стали Как вы думаете Иранцы Это делали С каким прицелом Наверное С дальним прицелом Расширения Взаимодействия И Стратегических Отношений С Россией Я Поскольку Поскольку Вы находитесь В Минске Я понимаю Что в этот же Формат Вписывается Безусловно Полностью Вписывается И Беларусь И еще Коротенький Ответ Вадиму Дело в том Что я Совершенно Не имела Ввиду Что Азербайджан Или Армения Нападут На Иран Сценарий Может быть Гораздо Более Простым Будет Совершена Сейчас Сейчас Не будем Называть Кто Будет Инициатором Какая Нибудь Провокация Которая Заставит Иранцев Ответить И тогда Все Зашумят А Турции Придется Значит Каким-то Образом Вступаться За Азербайджан Нет Нет Ни в коем Случай Ни Алиев Ни Пашинян Безусловно Боевые действия Не заинтересованы Начинать Полностью Согласно Но Провокации Возможно И вы это Прекрасно Знаете Потому что Например Турция Держит Своих Прокси А на самом деле Ну Там Есть Какие Бармалеи Которые Очень Хорошо Себя Чувствуют Спасибо Огромное Карина Александровна Да Вадим Францевич Когда Карина Александровна Говорила Знаете Мы Здесь Упоминаем Религиозные Группировки И она Абсолютно Согласен С ее Анализом Что Нарастают Вот эти Две Державы Турция Иран А это История Тысячелетние Два Государственных Образования Одно С центром В Константинополе Второе В одном Из городов Ирана Сначала Это было Там Римская Империя И Зароастрийское Вот это Государственное Образование Затем Противостояла Византия Уже Христианская И Иран Чем Воспользовались Последователи Пророка Мухаммеда Создавая Своё Политическое Образование Затем Османская Империя И шиитский Иран Когда по новой Столкнулись И приобрели Политическое значение Эти различия Между суннитами И шиитами Сколько Османская Империя Была суннитской И им было Они были заинтересованы В переводе В религиозный Фактор Этого Противостояния Всё Возвращается На круги Своя В данном Сюжете Американцы Даже в нашем Рассуждении Мы видим Что американцы Это абсолютно Инородное Чужое Здесь тело Которое Никакого Порядка Не предаёт Нам Нужно Постоянно Анализировать Американский Фактор Они ведь Зашли Щеп Забываем Эту историю С США Советский Союз В 90-е годы Американцы Пообещали Мы гарантируем Мир Урегулирование Спокойствие Порядок Ещё раз Ничего Не получилось Что нам Упоминать События 1993 года Когда подписывали Соглашение По Палестине Давайте Вспомним Сентябрьское Заявление Джейка Салливана Помощника Президента США По национальной Безопасности Вот же Ближний Восток Результат нашего Лидерства Спокойный У меня сейчас Голова болит Сказал Салливан Больше об Украине О каких-то других Регионах На Ближнем Востоке Вообще Голова у меня Не болит Сказал он В сентябре А в октябре Уже голова заболела У всего мира Вокруг того Что происходит там И меняется Институционально Раньше ведь Как было Израиль Ориентировал Свои вооружённые силы На противостояние С крупными Арабскими державами Египет Прежде всего Сирия Вот Южный фронт Северный фронт Так Израиль поделён На южный округ Северный округ Затем вдруг Стали появляться Группировки Сначала это Палестинские группировки Затем они стали Интернационализироваться Которые Стали представлять Большую угрозу Что мы имеем Сейчас Израиль ведёт В секторе газа Войну С группировкой Которая не является Государственным образованием Квази-государственным Хамас Задействуя Внимание Две трети Своих вооружённых сил Потери Ну споры идут О потере В любом случае Это сотни убитых Несколько тысяч раненых Сейчас Можно долго В дискуссию вдаваться Сколько там их На самом деле Вторая война Которой готовится Израиль Это война С Хезбаллой Хезбалла Не государственная Организация Она квази-государственная И тоже Вот то противоречие Которым Корене Александровна Говорила По Пакистану МИД одно Военное другое Вот почти все Бейерутские политики Находящиеся у власти Они проамериканские Почти все Там с европейским Образованием А Хезбалла Она антиамериканская Группировка Но влияние Ее на политику Ливанскую Оно гораздо больше Чем любых Политических партий Официально Существующих Хотя Хезбалла Опять-таки Представлены В Ливанском парламенте То есть Мы можем долго Вот эти детали Приводить И они любопытные Интересные И там А еще плюс Добавь сюда Личные связи Которые есть Интересы Действительно Уже Есть эти Межконфессиональные Сотрудничества Например Заключение Соглашения При посредничестве Пекина между Ираном и Саудовской Аравией А конфликт Который вспыхнул Это же В самый разгар Такого тихого Спокойного Урегулирования Между Израилем И Объединенными Арабскими Эмиратами Израилем И Бахрейном Израилем И Саудовской Аравией То что несколько лет назад Казалось немыслимым Иными словами Зачастую Религиозные противоречия Сейчас стали Отходить на второй план А на первый Это политические Экономические Мы стоим Перед Вызовом И перед этапом Формирования Нового лица Ближнего Востока В котором точно Будет Меньше США Однозначно Лидером Одним из лидеров Будет Иран Будут более сильные Позиции Турции Очень серьезные Позиции У обновленной Уже не такой Какой она была 20-30 лет назад Саудовской Аравии И конечно Здесь встает речь О той роли Которую видит Для себя Россия В этом большом Процессе Вы знаете Вспоминаются строки Александра Блока Стихотворение Возмездия 1911 года Вот наблюдая за происходящим Наверное Лучше и не опишешь И черная земная кровь Сулет нам Раздувая вены Все разрушая рубежи Неслыханные перемены Невиданные мятежи Напоминаю В эфире программа САС Уполномочен заявить В сегодняшней программе Говорим о кризисе безопасности На Ближнем Востоке И хотела бы Обратить внимание На справку Которую мы Подготовили с коллегами Кто же такие хуситы Внимание на экран Поговорим детальнее Хуситы Последователи движения Ансарула Которое было основано В начале 1990-х годов На севере Йемена Зародилось в зейдитское Общение И охватывает Около 30% Населения страны Предположительно Численность движения Достигает 10 миллионов человек В основе хусизма Лежит концепция Коранического пути Согласно этой концепции Коран содержит Все необходимое Для устройства Мусульманского общества Хуситы заявляют Что защищают Свою религию От влияния Сунизма А свою страну От внешней агрессии Как утверждают Западные эксперты Хуситы якобы Пользуются скрытой Военной и финансовой Поддержкой Ирана И его союзников В лице Ливанского движения Хезбалла Массовые удары Британии И США По позициям хуситов В Йемене Это третья военная Атака на движение Впервые это случилось В 2004 году Я дополню Что хусизм Можно назвать Реформаторским Исламским учением Новой волны Эпохи Постмодерна То есть Реформаторы В 20 веке Пытались Сломать Костные традиции Исламских обществ Обращаясь К первоисточникам Чтобы дать ход Модерну В форме Вастернизации А Саид Хусейн Основатель движения Пытался возродить Роль Корана В качестве Самодостаточного Источника Не только Духовного Но и Социально-экономического Развития Исламских Обществ Ставя заслон На пути Влияния Идеологии Запада А также Глубоко Связанного С ним Материалистическими Интересами Израиля Объявляя Ее Империалистической И враждебной Исламу Вадим Францович А какое отношение У самого Ирана К хуситам Как вы считаете Я бы сказал Рационально Вообще Главный термин Который мы Сейчас видим От всех экспертов Более глубоко Знающих Проблематику Это очень Рациональная Прагматичная Политика Ирана Потому что У нас Иран Так представляет Западными глазами Тоталитарное общество На самом деле Там тоже есть Легально Конкурирующие Группировки Консерваторов Традиционалистов Либералов Есть группы Некие Посередине В итоге Конкуренции Идей Интересов Возникла Такая политика Очень точная Очень эффективная Опирающаяся На военную мощь На экономику Сформированную В условиях Санкционного давления И все это Закалило Иран Иранское общество Иранских политиков И стало Дало возможность Проводить Такую политику Я бы сравнил Знаете С чем Как Советский Союз Закалился В испытаниях 20-30-х годов В результате Давления Империалистического Запада И в итоге Мы получили Достаточно Взвешенную Сбалансированную Послевоенную Политику Вот такую Некую Золотую эру Могущества И влияния Советского Союза И экономического В том числе Влияния Вот это Примерно то Что соответствует Нынешнему Ирану Да Есть противоречия Может быть Ну не то чтобы противоречия Как здесь вот отмечали Владимир говорил об этом Различия В идеологии Там Зейдизма Можно долго Об этом рассуждать И классического Шиизма Но ведь И хуситы Еще Это не просто Последователи Того учения Которым вы сказали Это конфедерация Различных Политических И религиозных Группировок В том числе Суницких В том числе Социалистически Ориентированных А нужно сказать Что социализм В разном Его Изводе Как арабский Под влиянием Египта Прежде всего Так и Советский Это там Напомню Было долгое время На юге Просоветская Народно-демократическая Республика Йемен Йемен же был Из двух частей Состоял Как говорили Северный Йемен Южный Йемен Там Антисоветский Просоветский Йемен И поэтому Вот эти Осколки Той еще Политической Картины Они объединились Вокруг хуситов Иран для них Необходимые условия Могущества Влияния Потому что против хуситов На протяжении многих лет Воюет коалиция Во главе Саудовской Аравии Саудовская Аравия Имеет один из самых Больших военных бюджетов В мире Является лидером По закупкам вооружения У Саудовской Аравии Есть почти все Оружие Кроме ядерного Например Ракеты Я напомню Что Как раз В разгар Вот этого вторжения Арабских монархий В Йемен Трамп заключил С Риадом соглашение О самой крупной Поставке вооружения На многие По-моему 60 миллиардов Что ли На многие миллиарды Американского оружия И тем не менее Хуситы выдержали Выстояли под этим ударом Более того Стали наносить Ответные Эффективные удары Что принудило Риад Вести с ними переговоры И безусловно Нужно прямо сказать Что без поддержки Ирана Это было невозможно Их бы раздавили И этим определяется Взаимный интерес А для Ирана Это контроль В чем стратегическое Значение Йемена И в частности Адена Которые в свое время Отжали британцы То есть это входило В систему Глобального Планетарного Британского контроля Гибралтар Южная Африка Кейптаун Значит Аден Индия Сингапур Гонконг Вот точки базирования Британского флота Аден И в принципе Хадейда И в принципе Сам Йемен Это контроль над Баба-Эль-Мандепским каналом Каналом Проливом А Баба-Эль-Мандепский пролив Который соединяет Красное море И Индийский океан Это считай контроль над Суэцем Без контроля над этим проливом Нету Никакой логики В Суэцком канале Смотрите Предлагаю сразу обратить внимание на карту Влияние конфликта в Красном море На мировое судоходство О чем говорит Вадим Францович Ну вот вы видите как раз Вот справа Это Сингапур Вот наиболее оживленный То есть Значит Маршрут Вот Суэцкий канал Значит Узкие горлышки Гибралтарский пролив Суэцкий канал Баба-Эль-Мандепский пролив Это Йемен Джибути Эритре Эфиопия И там кстати говоря Ситуация резко обострилась Эфиопия сейчас признала Независимость Сомали-Лен Да Сомали-Лен Это Северная Сомали Бывшая британская Сомали Которая непосредственно прилегает К этому проливу И вот Индия Быстро растущая экономика И Сингапур Малакский пролив Вот эти узкие горлышки Кто их контролирует Тот контролирует Весь товарооборот Поток В том числе энергоресурсов И сжатого газа Жиженного газа Точнее и нефти И так далее И обычных товаров Да Владимир Константинович Ну вот действительно Для мировой экономики Ситуация крайне невыгодная Крайне сложная Как вы считаете Какие возможны Пути ее завершения Избежания дальнейшей эскалации На ваш взгляд А будет ли избежание Вот этой дальнейшей Эскалации Я вот этой перспективы Особо не вижу Я думаю Что эскалация будет Она логична Она заложена В логике Современного Политико-экономического Процесса И обострение Будет происходить Новофакторное Не в одном Только этом регионе Даже не на одном Ближнем Востоке Сейчас будет напряжение Формироваться Не формироваться А выходить на поверхность Во многих регионах Планет Мы только что видели Стремление Венесуэлы Расширить свою территорию Аргентина Заявляет О Фалклендских Мальзуинских островах Эфиопия Претензии выдвигает У Судана И у Эфиопии Существуют И так можно Претензии друг к другу Египта К Эфиопии Существуют Претензии за Нила И так можно Перечислять 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 Весь мир полон Конфликтами Противоречиями А когда Мировой гегемон Не удовлетворяет Большую часть человечества И большая часть человечества Не только Россия Россия тоже кстати Очевидно Заинтересована Чтобы перегрузить Систему Американской Внешней политики Сделать Чтобы ее Экономико-политические Военные возможности Не были способны Решить все эти вопросы И убрать ее Из уравнения Сделать Соединенные Штаты Просто обычной Страной Большой Как Индия Как Австралия Как Бразилия Аргентина Ну просто Страной И в этой ситуации Никто сейчас Не заинтересован В том Чтобы избежать конфликтов Соединенные Штаты Да Они может быть Не хотят этих конфликтов Но они не могут Их избежать Потому что Если они их Будут избегать То они автоматически Потеряют статус Мирового гегемона А весь остальной мир Видя что Соединенные Штаты Их влияние Покачнулось Стремятся Перегрузить Их возможности И решить Свои проблемы И кроме того Удалить Собственно Американцев Из формулы Насколько Каждый из игроков Может дойти Насколько далеко Он может Совокупно По одиночке Ни одна страна Сейчас решить Эту ситуацию Очевидно Не может Даже Китай Явно избегает Какого бы то ни было Конфликта Вокруг Тайваня Россия Стремится Минимизировать конфликт То есть Сохранить только В рамках Определенных Вокруг Украины Западом Конфликт Но тоже В определенных рамках Поэтому ни одна страна В мире Не хочет полномасштабного Полноценного Такого Прям Войны Но Все вместе Все заинтересованы Вот так Перегружать Перегружать Чтобы Американцы Просто не способны Были Решить Все эти Вал Всех этих вопросов Сейчас Хотела бы Услышать Мнение Лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко Происходящим И том Насколько Ситуация Опасна Для всего Человечества Пожалуйста Это страшнейшая Гуманитарная Катастрофа Обратите внимание Что угрозы Применения Ядерного Оружия Зазвучали Практически Сразу После Эскалации Конфликта И как Это обычно Бывает Со стороны Цивилизованного Запада Никаких Санкций Не последовало Дежурное Заявление Как будто Ничего Не произошло К сожалению Мы вернулись Во времена Когда военная сила Стала главным Аргументом При выстраивании Межгосударственных Отношений Да Вадим Францевич К сожалению Множество Структурных Факторов Сегодня указывают На крайне Высокую Вероятность Качественного Повышения Уровня Военной Конфликтности По сути Подводит Ряд Мировых Участников Мир К Катастрофе На ваш взгляд Будет ли Преобладать Наличие Холодного Здравого Ума Над Безумием Холодного Ума Значит Холодная Война Война Горячая И все больше Экспертов Меняет Картину Что такое Третья мировая Война Раньше Мы говорили Была четкая Программа Третьей мировой Войны Это столкновение Прямое Двух ядерных Держав Скорее всего СССР И США С применением Ядерного оружия С какими-то Чудовищными Последствиями Для человечества Сейчас Все больше Говорят о том Что возможно Она уже идет У нас Мы когда заявляем Она уже идет Такая эмоциональная Оценка Мы видим Нестабильность В мире Эмоции Должны все-таки Обосновываться Какими-то Теоретическими Заключениями Таким Прагматическим Анализом Так вот Мы можем Сказать Учитывая Что активизировались Конфликты Везде В самых Неожиданных Регионах Там у нас Папу-Ново-Гвинея Недавно были Столкновения Даже Казалось бы То есть Третья мировая война Как некий Этап Развития Человечества Который будет Означать Конец Гегемонии Запада Формирование Нового мира Скорее всего Скорее всего С несколькими Центрами влияния Как регионов Со своими Региональными Державами Пройдет Через Третью Мировую Войну Которая Будет Протекать Или уже Протекает В форме Нескольких Последовательных И одновременных Крупных И более мелких Локальных Конфликтов Некоторые из которых Будут вовлечены Крупные игроки Как это Например Видим На примере Украинского Конфликта С высокой Степенью Вероятности Риском Применения Ядерного оружия В одном из этих Конфликтов Вот это Картина Третьей мировой Войны К сожалению По итогам Будет другой Мир Будем надеяться Справедливый Но уж точно Более стабильный Ну и в завершении Обратим внимание Еще на карту На попытки Атак Хуситов По американским Кораблям Владимир Константинович Ну вот как вы считаете Может ли быть Такая ситуация Когда Даже Хезбалла Или Хуситы Могут самостоятельно Пойти На серьезную Эскалацию Даже если Руководство Ирана Будет Настаивать На большей Осторожности Я не думаю Что Руководство Ирана Будет Наставить На большей Осторожности Опять-таки Они согласовывают Свою политику Возможность Дальнейшего Обострения Диктуется Две стороны Которые Стимулируют Друг друга Одностороннем Порядке Они повышать Агрессию Не будут Да Вадим Францевич Да Никто не заинтересован Ни Ирана Думаю Ни США В резком повышении Ставок Безусловно Это некий сигнал Сейчас который Вашингтон посылает И посылает Все-таки Видимо Неумело Но Это не означает Незаинтересованность Крупных игроков В прямом столкновении Что Ситуация будет Дейскалироваться Нет Мы будем наблюдать В этом регионе Как и в других Рост конфронтации Но Тенденция Неизбежная Уменьшение Влияния Соединенных Штатов Спасибо огромное В завершении Нашей интересной Дискуссии Хотелось бы сказать Вот что Знаменитый писатель Марк Твен Однажды пошутил Бог создал войну Чтобы американцы Изучали географию И как же прав Он оказался Наносимые С американских кораблей Удары по Йеману Заставили граждан Соединенных Штатов Америки Узнать О существовании Этой страны А если серьезно То события На Ближнем Востоке Напоминают Каким был Однополярный мир В котором элита Одной страны Решала Кого и где Бомбить А остальные Молча Принимали ее выбор Такого мира Больше нет Но переход К новой системе Тоже будет Малоприятным Спасибо Это была программа САС САС Уполномочен Заявить Конфликт в Газии Постепенно Перерастает В войну На всем Ближнем Востоке Продолжение следует... Продолжение следует...